Мог ли Байден остановить вторжение России в Украину? Оглядываясь назад, можно сказать, что у НАТО было много возможностей сдержать агрессию России или смягчить ее воздействие на Украину. Владимир Путин телеграфировал о своем плане нападения на Украину задолго до первого выстрела. Почему же реакция Запада была такой постепенной и неэффективной? Более активные превентивные меры до нападения России могли бы изменить расчеты Путина. Проявляя одностороннее сдерживание и идя на вынужденные уступки, администрация Байдена предложила России проверить границы своей воинственности. Первоначальная реакция Вашингтона была сформирована страхом, что Путин применит ядерное оружие. Парализованная возможностью ядерного Армагеддона, администрация Байдена ответила осторожными полумерами. В самом начале Байден пообещал, что войска НАТО не будут воевать в Украине. Убирать вариант НАТО со стола было излишне. Украине было предоставлено оружие из стран бывшего Варшавского договора, а не самое современное оружие НАТО. Этого было достаточно, чтобы сдержать российские войска, но недостаточно, чтобы победить их. Байден надеялся, что санкции сдержат агрессию России. Но санкции вводились так постепенно, что Путин смог смягчить их воздействие на российскую экономику, у российских олигархов было время перевести свои активы в страноубежища, такие как Турция. Северный поток двух, по которому газ транспортировался в Германию, работал на полную мощность, пока Россия не напала. Корни сегодняшнего конфликта можно проследить в заключительном каменнике Бухарестского саммита НАТО 2008 года, в котором утверждалось, что Украина когда-нибудь вступит в НАТО. Такая возможность вызвала тревогу в Москве. Беспокойство усилилось, когда поддержанные США протесты Майдана сместили пророссийского президента Виктора Януковича. В 2014 году последовало вторжение России в Крым и его оккупация. Запад ответил неэффективными санкциями. Терпимое отношение к российской агрессии имело серьезные, долгосрочные последствия для украинского народа, европейской безопасности и международного порядка, основанного на правилах. Лидеры стран НАТО встретились на саммите в Мадриде в июне 2022 года и предложили Украине помощь в обеспечении безопасности, включая надежную связь, топливо, медикаменты, бронежилеты, зимнюю одежду, оборудование для разминирования и меры по противодействию химическим и биологическим угрозам. Однако НАТО не ускорило программу «Партнерство ради мира». НАТО могла бы углубить сотрудничество в сфере безопасности с Украиной, поставляя более качественное оружие и создавая учебные центры для украинских войск в близлежащих странах НАТО. Вашингтон принял политику передачи только того оборудования, которое, по его мнению, действительно необходимо Украине и которое она может содержать. Через 10 месяцев после начала войны Соединенные Штаты, наконец, одобрили передачу боевых машин Брэдли для использования против окопавшихся российских позиций. Тем не менее, Пентагон отказывается посылать танки Абрамс. Он считает, что советских танков Т-72, находящихся на вооружении Украины, вполне достаточны. Министр иностранных дел Украины призвал к использованию более смертоносного наступательного оружия, заявив, что время оружейных табу прошло. В ответ Соединенные Штаты, наконец, изменили курс и объявили на этой неделе о поставке Украине военной техники на сумму 2,85 миллиарда долларов, поставляя мощное наступательное оружие, которое они ранее скрывали, поскольку Украина планирует контрнаступление против России весной. В начале 2022 года первый транш помощи в области безопасности носил исключительно оборонительный характер. НАТО предоставило противотанковые оружия и зенитные ракеты «Стингер». Однако, когда Россия усилила свое наступление, Соединенные Штаты поспешили поставить спутниковую систему запуска ракет «Хаймерс». Система «Хаймерс» произвела большой эффект на поле боя, но появилась слишком поздно, чтобы сдержать агрессию России. НАТО с самого начала было настороже. Они могли бы развернуть силы в прифронтовых государствах, таких как Румыния. В качестве предупреждения против российской агрессии это продемонстрировало бы решимость и готовность. Превентивное развертывание не является беспрецедентным. В 90-х годах прошлого века Соединенные Штаты направили войска в Македонию, чтобы предотвратить распространение Югославской войны. Недавно они разместили 1200 военнослужащих из 1-й пехотной дивизии сухопутных войск в Польше и Прибалтике. Поскольку Россия усилила свои беспилотные и ракетные удары, НАТО могла бы объявить бесполетную зону над Мариуполем или другими осажденными городами. Однако НАТО решило не вводить бесполетную зону, опасаясь, что это приведет к прямому конфликту сил НАТО с Россией. Пентагон решил, что поставка Украине истребителей F-16 и F-35 была бы эскалацией. Он предпочел поставить уже знакомые украинским пилотам самолеты, такие как истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25. Планы по передаче этих систем вооружения зашли в тупик, когда Польша, у которой МиГи были в непосредственной близости, потребовала от НАТО заменить их советские самолеты на самые современные боевые самолеты НАТО. НАТО могла бы предоставить больше беспилотников для перехвата линий снабжения и замедления передвижения российских войск. В дополнение к турецкому беспилотнику Барактар западные страны могли бы организовать доставку беспилотников китайского производства, которые Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Нигерия приобрели вместо вооруженных беспилотников Predator. Перемещение миллионов людей в Польшу и другие прифронтовые государства было предсказуемо. Почему Соединенные Штаты не разместили продовольствие, медикаменты и другие гуманитарные активы в ожидании их прибытия? Предварительное размещение средств помогло бы перемещенным и травмированным украинцам. Это также послужило бы сигналом для Москвы, что Запад серьезно настроен помочь жертвам агрессии Путина. Военные преступления были предсказуемы. Почему Соединенные Штаты и коалиция желающих не создали трибунал по военным преступлениям в Украине? Трибунал мог бы определить Путина и начальников штабов в качестве объектов для расследования и судебного преследования. Перспектива привлечения к ответственности могла бы повлиять на расчеты Путина. Нападение России на сельскохозяйственную инфраструктуру Украины также можно было предвидеть. Чтобы предотвратить глобальный продовольственный кризис, НАТО могла разработать план и пути экспорта украинского зерна по суше и через безопасные маршруты в Черном море. Оглядываясь назад, можно сказать, что у НАТО было много возможностей сдержать агрессию России или смягчить ее воздействие на Украину. Многие из этих мер в конечном итоге были приняты, но они пришли слишком поздно, чтобы сдержать решение России о вторжении. Администрация Байдена заслуживает огромной благодарности за создание многонациональной коалиции для защиты Украины. Если Путин хотел ослабить НАТО, ему это не удалось. Альянс стал более сплоченным и сильным в ответ на действия России.